Соответственно, отличие всего на 13. Однако, если я возьму экспоненту от 100 и экспоненту от 200, то отличие по вертикали будет в этих осях неоплогарифмических очень сильное. Правильно? Угу. Ну, потому что... И выходит, что отличие ε в единичку приводит к сильно разным δy для разных x. Правильно? Сейчас нельзя запоставлять. То есть, получается, что хотя дисперсия ε постоянно, при малых ε маленький отрыв по ε, ε плюс минус 1, допустим, принимает значение, будет означать один диапазон у. А при больших x, когда я меняю внутренность экспонента на плюс минус 1, у меня по вертикали у будет скакать гораздо сильнее. В абсолютном выражении. Правильно? Угу. Вот. Поэтому вот здесь вот такая будет, а вот здесь будет слоновая ошибка. И это здесь добавлено. И это проблема неправильной спецификации. То есть, если бы я здесь моделировал... То есть, ε здесь гомоскетастичный дисперсии ε от x не зависит. Но проблема в том, что y здесь вот нелинейно зависит от x, и поэтому и то, и то вроде как на графике будет выражаться примерно одинаково. Потому что в реальности иногда трудно отличить вот линию от прям вот такой какой-то экспоненциальной зависимости. Поэтому вот я бы сказал, что вот вообще говоря, гетероскетастичность это вот это. Когда мы верно угадали зависимость, что зависимость линейная, а проблема кроется в ε. Но бывает вот такая кажущаяся гетероскетастичность, что если я здесь сделаю вид, что зависимость там линейная или квадратичная, вот можно вполне себе считать, что здесь y от x зависит квадратично, плюс гетероскетастичная ошибка. А на самом деле можно сказать, что... Проблема только в модели. Да, проблема в модели. И ошибка станет... Да, и ошибка станет с постоянной дисперсией. Вот, поэтому я бы сказал, что вот эти два явления не схожи. То есть я могу сказать по-хорошему, что вот это, могу сказать, что это ε с постоянной дисперсией, просто зависимость, не линейная, а вот y-экспонент от внутренности. А могу сказать, что это y был квадратичной зависимостью от x, плюс другой ε, у которого разная дисперсия. Вот, можно и так, и так подходить. Поэтому действительно, лиски права в том, что иногда с гетероскетастичностью борются, например, взятием логарифма. Это как бы тоже борьба с гетероскетастичностью. Но это когда заходы... Да, да. Поэтому, собственно, борьба с гетероскетастичностью... Вот из-за того, что у нас есть как бы... Вот это я бы назвал истинной гетероскетастичностью, потому что здесь модель специфицирована правильно, она действительно линейная. А вот это я бы сказал, что, ну, скорее, кажущаяся гетероскетастичность, Потому что модель специфицирована не так Но, тем не менее, это очень близкое явление И, соответственно, способы борьбы какие? Если у нас речь идет про такую кажущуюся гетероскедастичность То способы борьбы Если у нас гетероскедастичность вызвана неправильной спецификацией Гетероскедастичность из-за нелинейной спецификации То помогает логарифм Если это гетероскедастичность при верной линейной спецификации Гетероскедастичность при верной линейной спецификации то помогает коррекция формулы для тест-статистик, то, соответственно, мы используем робастные раздартные ошибки бета с крышкой. Давайте мы напишем стендарт RHC бета с крышкой, что означает устойчивые гетероскедастичности. Они считаются по некоторым другим формулам, этим можно особо не заморачиваться, там их много видов, но суть их в том, что использование вот этих ошибок гарантирует, что тест-статистика, которая считается по формуле бета-житая с крышкой минус 0 делить на стандартную ошибку вот эту HC бета с крышкой житого, что вот эта штука, она уже при большом количестве наблюдений стремится к нормальному 0.1, и мы снова можем ставить доверительные интервалы, проверять гипотезы, ну то есть все дальше по старинке. Давайте попробуем это сделать в R. Окей? Ну то есть теория на этом как бы оканчивается, что вот гетероскедастичность, последствия какие? Сами бета с крышкой трогать не надо, они хорошие, состоятельные, несмещенные. Но проверять гипотезы, строить доверительные интервалы для коэффициента нельзя при гетероскедастичности. Соответственно, что сделать? Ну либо надо последнить за спецификацией, либо надо использовать, если все-таки спецификация верная, то тогда надо использовать, ну еще один есть способ борьбы, давайте я его тоже напишу. Можно вопрос? В первом пункте, да, если у нас нелинейная спецификация, мы построили модель, значит, в алгоритмах, нам нужно посмотреть на распределение остатков, верно? И тогда только сделать вывод, что вот здесь они у нас распределены нормальные, соответственно... Не-не, мы не про нормальность распределения говорим, у нас дисперсия постоянно непостоянная, нам не важна нормальность. А как мы вот первый пункт, вот мы ставим эти логарифмы, да, а что дальше? То есть мы видим, что, мы увидим, что должны в этом? Что должны? Ну, прежде всего мы должны посмотреть на график. То есть, вот, конечно, есть какие-то формальные тесты на гетероскедастичность, но я бы не злоупотреблял формальными тестами на гетероскедастичность. Я бы сказал, что есть, ну, прежде всего, это графический анализ, ну, экспоненциальная там зависимость или нет. Вот. Графический анализ, ну, и есть некие формальные тесты. Помимо графического анализа есть формальные тесты на гетероскедастичность. Ну, основной, наверное, это тест Вайта. Ну, сейчас я скажу. Окей? Да, да. Ну, поехали. Тогда сделаем. Так, давайте возьмем встроенный варклассный массив данных. Новый скрипт, да, делаем? Да, новый скрипт. Да, новый скрипт. Значит, давайте сначала подгрузим несколько библиотек. Так, я нормально? Сейчас, сейчас дадусь. Вот я могу вот так вот отклониться к себе. Значит, давайте подгрузим в библиотеке жж-плот 2 нам для графиков, и мы еще оттуда возьмем классный набор данных по бриллиантам. Он встроен в этот пакет. Есть встроенный набор там по цене, бриллиантам по размерам. Вот. И возьмем, что нам еще нужно? А, для тестов, LM-тест. Для всяких тестирований, в том числе гетероскедастичности, возьмем пакет для вот этих самых стандартных ошибок устойчивых гетероскедастичности, который называется сэндвич. Ну, вроде, нам больше ничего не надо. Но давайте сразу на будущее, поскольку мы, наверное, перейдем потом к логиту-пробиту, наверное, мы возьмем пакет MFX, который нам, давайте кратко напишем, соответственно, это графики, это тестирование гипотез, это стандартные ошибки устойчивые к гетероскедастичности, это ты пробит, и, ну, я деприрсида ставлю для муниципалитации с данными. Все нормально или нет? Я вроде в каком-то письме писал правилку. Error пишет. Not available. Ну, давай, напишу, вот если я напишу, вот какую ошибку выдаю. Если ничего не написал, значит, есть. Если написал loading, warning, есть. А вот если написал, ну, library, там, не знаю, привет. Вот так напишут. No package code, привет. Любые другие сообщения, это означает, что все окей. Не разводите. Так, поехали. Значит, давайте для простоты возьмем встроенный набор данных по бриллиантам и поместим его в табличку D. D diamonds. Diamonds так называется, встроенный набор данных. Но чтобы все время не писать, diamonds, diamonds, diamonds. Я напишу просто D. И, соответственно, давайте посмотрим на этот набор данных. Glimpse D. Можно получить, конечно, справку. Help diamonds. Вот, соответственно, тут вот 50 тысяч бриллиантов, соответственно, по каждому цену, масса, ну, и там всякие другие характеристики, которые могут влиять на стоимость бриллианта, типа ширина, высота, длина, прозрачности, цвет, форма, качество огранки, так далее. Окей? Вот. Соответственно, если я оценю самую простую модель, вернее, даже давайте не буду модель оценить, график построил. Вот построил модель, чтобы понять, вот как зависит цена от массы. То есть я пока там даже не буду строить слишком сложную модель, просто посмотрю. Qplot. Значит, я строю быстрый график данных, беру из набора данных D, по горизонтали отложу цену, нет, по горизонтали отложу массу, а по вертикали отложу цену. Вот. И, соответственно, вот такая замечательная зависимость. И можно на эту зависимость, опять же, вот как мы говорили, смотреть по-разному. Можно рассуждать по принципу, что, ну как, здесь вот имеет место гетероскедастичность. Потому что если вот у меня масса бриллианта маленькая, то разброс цены небольшой. А если масса бриллианта большая, то разброс цены большой. Можно сказать, что это гетероскедастичность. Можно сказать, что эта гетероскедастичность вызвана неправильной спецификацией, потому что здесь явно прослеживается нелинейная зависимость, а что-то возрастающее. Поэтому вполне возможно, если я возьму логарифм, то у меня станет лучше. То есть, да, я вижу непостоянство дисперсии, но это непостоянство дисперсии может быть вызвано разными причинами. Такой идеальной модельной гетероскедастичностью и неправильной формой спецификации модели. Поэтому здесь можно попробовать так, можно попробовать так. Соответственно, если в первом варианте я все-таки настаиваю, что форма зависимости... Ну и давайте все-таки сначала логарифмируем. Да, еще такой частый прием, когда у вас много наблюдений, то вот этот график абсолютно не информативен, потому что здесь какая-то черная комната, и, может быть, здесь живут черные кошки. При большом количестве наблюдений есть две стратегии, что можно сделать... Ну, это лирическое отступление, но тем не менее, потому что у вас тоже может быть больше 50 тысяч наблюдений.